Начинает все чесаться, как только начинаешь записывать видео, блин. Пять причин прокачивать эмоциональный интеллект. Здесь поможет дневник эмоций. Да сколько можно? Зачем ты все время опаздываешь? Я тоже буду опаздывать тогда. В целом тут тоже нет ничего сложного на самом деле. Главное тренироваться. Выбор шоколадки или выбор кандидата. Почему все вокруг так сильно рекомендуют прокачивать эмоциональный интеллект? Как он помогает нам добиваться желаемого в переговорах? В этом видео я расскажу, из чего складывается эмоциональный интеллект. И назову причины, по которым его так важно прокачивать рекрутерам и чарам. Да и в целом всем, кто хочет лучше взаимодействовать с людьми в переговорах, в любых коммуникациях. Как в бытовом плане, так и в любом другом. В конце ролика дам вам 4 полезных упражнения для тех, кто хочет научиться правильно вести себя на переговорах, особенно в конфликтных ситуациях. Адекватно проявлять вовлеченность и давать обратную связь так, чтобы люди уходили с хорошим настроением, с хорошим впечатлением после нашего с вами общения. Они воспринимали какой-то формат нашего общения и фидбэк, обратную связь в штыки. Здесь, естественно, есть и свои правила и упражнения, как это улучшать. Всем привет! Меня зовут Езеляна Сибулина и вы на канале про рекрутмент. Здесь я рассказываю все про рекрутмент, коммуникацию, сорсинг и все, что нужно знать про подбор персонала, про упражнение командами и все, что к этому относится. Продолжайте смотреть это видео и подписывайтесь, конечно, на этот канал. Для того, чтобы начать, давайте дадим определение, что же такое эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект это не просто модное слово, веяние, а ключевой элемент успешной коммуникации. Эмоциональный интеллект это своего рода набор навыков, который помогает вам понимать эмоции других людей, понимать свои эмоции и управлять ими в ходе диалога. Причем эмоции не только свои, да, как я и сказала, но и собеседника. Чтобы представить эмоциональный интеллект вообще в целом, давайте представим пиццу, которая разрезана на пять кусочков. В основном там шесть кусочков, но мы ее разделим на пять, так нам будет удобнее. Первый кусочек это самопонимание. Это то, когда вы осознаете свои эмоции, понимаете их причины и то, как эти эмоции воздействуют на вас. Чем лучше связь с собственными эмоциями, тем легче вам будет управлять своим поведением и понимать причинно-следственные связи. Например, рекрутеру, понимающему свои эмоции, будет легче сдержаться и не поддаться на токсичные выпады со стороны кандидата. А такие тоже случаются. Итак, мы с вами берем второй кусочек нашей пиццы под названием саморегуляция. Саморегуляция значит, что вы не просто понимаете, откуда растут ноги у ваших эмоций, но можете их контролировать. Можете понимать первопричину, ну и, собственно, следствие, привычное поведение. Например, вы пытаетесь доказать руководителю, что ваша точка зрения более правильная, а руководитель будто бы не хочет слышать вас. Если у вас развита саморегуляция, то вы сможете завершить этот разговор в спокойных тонах, а не раскричаться, пытаясь доказать свою правоту. Потому что это ни к чему нас в диалоге в любом не приводит. Третий кусок – это мотивация. В целом слово говорит само за себя. Но чтобы понятнее в контексте эмоционального интеллекта, давайте тоже дадим определение. Мотивация – это ваше умение отказаться от 7-минутной победы ради долгосрочного результата. Очень часто важно быть не просто правым, а в долгосрочную перспективу смотреть. Например, в любом неудачном разговоре можно хлопать дверью, а можно вспомнить, для чего вы вообще все это затеяли. И совладать со своими эмоциями и продолжить диалог. Это, естественно, выиграл-выиграл. Четвертый кусочек нашей пиццы – это эмпатия. Ваше умение поставить себя на место других, понять, что они чувствуют в момент разговора, является ключевым моментом. Рекрутер, HR, любой человек, у которого развита эмпатия, гораздо проще находит общий язык с кандидатом, умеет поддерживать доверительные отношения и создавать положительный опыт для потенциальных сотрудников, кандидатов и растить тем самым бренд работодателя. Такому рекрутеру легче понять мотивацию кандидатов и приложить перспективы карьерного роста, которые отвечают их амбициям. И такой рекрутер создает как раз тот нетворк, который нужен для быстрого закрытия. Ну и, наконец, последний кусочек нашей пиццы – это навык выстраивать гармоничные отношения с людьми в долгую в формате «выиграл-выиграл», чтобы эффективно взаимодействовать с коллегами, с сотрудниками, с кандидатами. Ну и вообще, с нашими окружающими, с друзьями, с родителями, с близкой половинкой – это все является важной составляющей эмоционального интеллекта. Пять причин прокачивать эмоциональный интеллект рекрутеру, HR и любому человеку. Причины являются более глубокими, чем просто разрезать на шпицу. Зачем же нам с вами прокачивать эмоциональный интеллект? Ну, во-первых, как я уже говорила раньше, это лучшее понимание людей, то есть кандидатов, заказчиков, их потребностей, ценностей, мотивации. Как это проявляется в жизни? Например, вы представляете кандидата-заказчику и уже по его реакции или поведению можете понять, устраивает его кандидат или нет. И в чем причина? Почему это важно? Потому что от этого будет зависеть, как построить сообщение дальше. Возможно, придется подсветить дополнительные положительные стороны кандидата. Возможно, логичнее будет подвести разговор к завершению и так далее. Для этого важно растить свой эмоциональный интеллект. Вторая причина – это умение разруливать конфликтные ситуации. А в работе рекрутера, как мы уже сказали, выше, и я уверена, что вы, зрители, тоже об этом знаете, это явление совсем нередкое и очень часто встречается. Ну, собственно, конфликт – это ведь не только, когда вы встаете в определенную позу конфликтную и активно начинаете кричать друг на друга. Нет, вы можете вполне себе мирно завести разговор в тупик и не найти компромисса. И не поняли, как вообще вы сюда пришли. Например, когда руководитель вновь и вновь отклоняет кандидата или сотрудникам задерживают зарплату, и они пишут вам кучу писем с вопросами «как так вышло?» Решите мой вопрос. Круто, если вы, как рекрутер, как HR, умеете найти такое решение проблемы, при котором все стороны остаются довольными, и никто не виноват, и никто не в вине остается. Третья причина – вы хорошо вливаетесь в командную работу, что для рекрутера или HR тоже очень важно, так как, по сути, это связующие звенья между кандидатами и их будущими руководителями и коллегами, сотрудниками и другими, возможно, отделами внутри компании, например, с бухгалтерией, юридическим отделом, финансовым отделом и так далее. Да и вообще, в любой непонятной ситуации, как правило, идут к HR. И это еще одна причина, почему важно развивать эмоциональный интеллект. Четвертая причина – коммуникация, на самом деле, это не только, когда мы общаемся с заказчиком, с кандидатом по телефону или на очном интервью, ты еще и работаешь с вакансиями, с письмами и даже где-то HR-брендом, брендом работодателя. И как вы реагируете на отказы кандидатов? Способны ли вы отвечать им адекватно и даже так, чтобы поддержать отношения на будущее? Потому что любой человек может оказаться в любом положении. Ваш ответ не в том числе и часть HR-бренда. Вряд ли есть компании, которые хотят ассоциироваться с каким-то хамским и извинными ответами. Поэтому смотрите более широко, так скажем. Пятая причина – тоже в сторону HR-бренда – вы лицо компании. Ваше поведение на интервью, ответы в письмах, манера общения по телефону – все это формирует HR-бренд. И первое представление вообще о компании. Представьте, если 10 человек где-то в соцсетях напишут, что рекрутеры в такой-то компании совершенно не умеют общаться с людьми. Что сделает одиннадцатый? Он прочитает и просто не придет к вам на собеседование, не откликнется на вашу вакансию и не продолжит с вами диалог. Поэтому держите несколько советов, как прокачивать эмоциональный интеллект. Развивайте самопонимание. Это тот самый кусок пиццы. Здесь поможет дневник эмоций. Это очень важный фактор развития своего эмоционального интеллекта. Потому что только с помощью записывания все, что вы чувствуете в каких-то напряженных ситуациях, и после них вы вообще сами начинаете понимать, какие чувства у вас возникают. Вы начинаете их валидировать тем самым. И даже если таких ситуаций не было, все равно фиксируйте ощущения несколько раз в день. Самое удобное – это утро, обед и вечером перед сном, либо в течение рабочего дня. Как это делать? Описывайте эмоции и события, которые их вызвали. Как вы отреагировали на них в тот момент? Постарайтесь записать как можно больше деталей. И главное – писать фактами, а не давать эмоциональную оценку. Здесь у меня прям есть отдельное упражнение. Если хотите, тоже напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько для вас эта тема актуальна. На следующий день вы можете открыть этот дневник эмоций и перечитать то, что записали вчера. Будет здорово, если вы будете подмечать какие-то повторяющиеся сюжеты, паттерны поведения. То есть однотипные ситуации, которые вызывали одинаковые эмоции. Подумайте, с чем это может быть связано. Какова первопричина? И вообще, были ли ваши эмоции адекватны тем ситуациям? Или это просто какой-то скопившийся вакуум всех чувств, которые пришли? И всегда старайтесь найти связь между тем, что вы чувствовали и как действовали. Набрасывайте себе варианты, а как можно было по-другому. И обязательно записывайте, потому что в мыслях все это у нас не фиксируется. И это продолжается такой, знаете, вязкий такой комп. Поэтому записывайте. Следующее упражнение – это стоп-сигнал. Это второе наше упражнение, которое техника совет. Техника стоп-сигнал помогает, когда вы чувствуете, что уже вот-вот. И вот прямо сейчас взорветесь во время разговора. И чтобы этого у вас не произошло, попробуйте поступать следующим образом. Вам нужно остановиться, как только ситуация накалилась до такой степени, что хочется закричать на собеседника. Сделайте глубокий вдох. Если можете, лучше вообще выйти из помещения. Или прекратить созвон хотя бы на пару минут. Следующий момент. После того, как накал эмоций подупал, попробуйте ответить себе, что вы сейчас чувствуете. Прямо сейчас. И почему там импульсивно вы прореагировали на саму ситуацию. И сразу же подумайте, а как еще можно действовать в таком случае. Как вам хочется завершить это общение. Какова вообще была ваша цель коммуникации. И дальше у нас идет корректировка действий. И уже исходя вот из этих вдумываний, набросайте в голове, лучше на листочке, снова план действий. Это не значит, что вы тут же должны вернуться к общению и все проговорить. Вы можете взять определенную паузу, попросить перенести встречу. И за это время спокойно понять, как действовать дальше. И наконец, когда все устаканится у вас в чувствах, поразмышляйте над ситуацией постфакту. Что вы из нее узнали? Как это может помочь вам в будущем? Это нужно для того, чтобы правильные стратегии закрепились у вас в голове на будущие случаи. И не повторялись какие-то паттерны. Следующее упражнение это активное слушание, которое обычно мы как рекрутеры используем очень часто. Но я слышу здесь тоже очень много ошибок. Активное слушание поможет научиться лучше понимать собеседника. И вникать в то, что он конкретно вот прямо сейчас говорит. А это как раз прокачивание вашей эмпатии. То есть эмоционального интеллекта. На самом деле выполнять это упражнение довольно легко, так скажем. Главное поймать фокус на собеседника. То есть когда кто-то с вами говорит, вы убираете все, что может вас отвлекать. Чаще всего это наши любимые телефоны, уведомления и так далее. У нас есть привычка обычно отвечать на сообщения, даже если перед нами сидит человек и что-то рассказывает. Прямо сейчас у вас есть самый главный человек в вашей жизни. Это ваш собеседник. И как только вы отводите глаза от собеседника, обычно теряете фокус, нить повествования. И из-за этого потом не можете задать релевантных вопросов на собеседование. Показав тем самым, что разговор был вообще-то где-то может быть важен, где-то не важен. Итак, мы с вами убрали все лишнее, затем установили зрительный контакт. Мы с вами смотрим на собеседника, киваем, у нас происходят какие-то жесты, поддерживаем, слегка улыбаемся где-то, где это необходимо. То есть ваша мимика должна тоже отражать то, что вы слушаете человека, а не просто сидите в своих мыслях. И конечно же не перебивайте. Это вообще золотое правило переговоров. Всегда давайте собеседнику заканчивать мысль до конца. Думаю, вы сами не бываете в восторге, когда кто-то говорит с вами в параллеле. Либо заранее согласуйте вопрос, могу ли я вас перебить, если мне покажется сейчас важным перейти в другую сторону. И никогда не пытайтесь составить сразу какое-то мнение о человеке. Наверняка у вас было такое, что человек начинает отвечать на ваш вопрос, и вы сразу думаете, вот с этим все понятно. Хотя он мог просто начать с противоположного мнения, а свое какое-то высказать в конце. А вы уже недослушали и построили между вами и вашим собеседником какую-то стену. Ну и в конце общения всегда давайте обратную связь. Можно сказать спасибо за общение, была рада обсудить с вами этот вопрос, эту вакансию и так далее. Именно с вами. Вы там очень точно подметили, что и так далее, и так далее. И дальше пересказать какую-то суммировать, да, резюмировать какую-то мысль, которая у вас была в ходе диалога. Так, ваш собеседник будет точно понимать, что вы слушали его. Следующее упражнение, мое самое любимое, это я-высказывание. Очень полезно я-высказывание, это упражнение для тех, кто часто критикует других, хочет научиться давать обратную связь. Так, чтобы люди ее воспринимали. Не просто воспринимали, как есть, да, но чтобы не воспринимали ее в штыки. В целом тут тоже нет ничего сложного на самом деле. Главное тренироваться и следить за мыслями во время общения. Например, заказчик в очередной раз сильно опаздывал на встречу. И вам, конечно, хочется сказать, да сколько можно, зачем ты все время опаздываешь, я тоже буду опаздывать тогда. Но так делать не надо, естественно. Можно, конечно, промолчать, но это не эмоциональный интеллект, это скорее мы накапливаем свои чувства и эмоции. Да, и как будто делаем вид, что все нормально, но на самом деле это не так. Но лучше всего обратиться к практике я-высказываний, и тогда у вас не останется вот этих вот накопленных чувств, которые потом взрываются. И сказать, например, я хотела бы попросить вас в следующий раз предупредить заранее, что вы задерживаетесь, чтобы я могла спланировать это время и не потратить его и ваше время в том числе. Я на самом деле очень расстраиваюсь, если мои планы внезапно сдвигаются, но этого можно было бы избежать. Таким образом вы и не оскорбляете вашего собеседника, вы при этом даете понять, что такой расклад ситуации, когда кто-то задерживается и кто-то вас ждет и вас не устраивает. Это на самом деле очень рабочая техника. Итак, что мы в итоге получаем с вами? Эмоциональный интеллект – это основа нормального взаимодействия с людьми. От того, насколько хорошо вы понимаете свои и чужие эмоции, насколько хорошо вы ими владеете и умеете не поддаваться им в стрессовых ситуациях, во многом зависит успех любых переговоров. Будь то выбор шоколадки с вашей семьей или выбор кандидата. Самопонимание, саморегуляция, эмпатия – все это обязательно нужно в себе развивать, прокачивать. Начните вот с этих упражнений, которые я вам дала в этом ролике или переходите на наш трехдневный марафон, где мы углубимся с вопросами, коммуникацией, взаимодействием с людьми и на практике потренируемся выходить из сложных ситуаций. Марафон у нас пройдет 4-5-6 марта. Зарегистрироваться можно по ссылке, которую видите внизу в описании к этому видео. Переходите обязательно. После регистрации вы попадете в телеграм-канал, где получите дальнейшие инструкции к действиям. Жду всех желающих, которые хотят наконец-то углубляться в коммуникацию с кандидатом, заказчиком, так чтобы ваша коммуникация была в формате «Выиграл-выиграл». И если вы смотрите это видео уже после нашего мероприятия, обязательно оставляйте заявку, пишите нам в телеграм-техрекрутер, и мы вас ориентируем по нашим дополнительным активностям и как вы можете к нам присоединиться и прокачать свой эмоциональный интеллект, коммуникацию и улучшить переговоры.